всем привет данный видео обзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет магазина f магазин точка ру на обзоре воблер от фирмы джокер и называется он king очень интересная приманка в плане того что я наверное никогда не держал в руках таких дешевых воблеров но не считая какого-нибудь сверху потребность алиэкспресс боблеров стоит 60 рублей и здесь я думаю сама коробка дороже стоит и давайте посмотрим вместе с вами что за 60 рублей преднам производитель под названием джокер может предложить тут везде по всей коробке написано что сделан он в корее вы представляете что это даже не китайский производитель просто если даже их везут скорее не понимая ценообразование я конечно очень рад по мне так это идеальная цена для воблеров но не знаю как так у них получается на внутренней части коробки мы видим изображение тому того самого джокера в честь которого и названа в принципе фирма название воблер к king здесь нигде не видно опять-таки made in корее made in корее сзади есть информация на корейском языке ну в принципе даже характеристика воблера по моему на коробке нет они находятся на наклейке на получается пластике king 246 2 и 8 сантиметра 2 и 7 грамм и аж до одного метра указывает производитель в принципе лопатка здесь не маленькая но думаю нами до метра он не должен пойти но полметра думаю самое то на сайте представлен в принципе довольно таки большой бы выбор расцвет их их больше 10 они очень интересные разнообразные много натуралов много кислоты но то есть выбор такой очень солидный и очень и очень разнообразно мой глаз упал вот на такой вот желтый цвет выглядит как полопавшийся краска в принципе довольно таки интересно я думаю него и легче будет так отслеживать и в принципе для веры бы вам будет более видимый не напоминает в принципе такого жучка что по расцветке в данном случае что по внешнему виду может конечно еще напоминать какого-нибудь небольшого лягушонка головастика но по мне это такой небольшой жучок которым с удовольствием захотят полакомиться как окунь это как щука так и головы но в основном конечно же наших условиях подобные приманки используют для ловли головля но производился он скорее всего именно для ловли форели так как в большинстве стран помимо россии многие используют кренки именно для ловли форели а здесь мы уже их приспособили для охоты на головли к вот такой вот округлый крэнк внутри ко всему прочему даже не шарик который создает такой вот шумовый эффект довольно таки громкой для такого небольшого бирка здесь мы видим два близко друг другу посажены глазика 3d они приклеены ну то есть вы представляете опять таки у меня в голове не укладывается как за 60 рублей столько здесь всего здесь даже два тройника а не один как могло бы быть могли бы сделать в принципе сэкономить и поставить 11 может быть так даже был правильно понимаете потому что слишком близко они друг другу расположены я думаю захлест и будет не через раз а скорее всего каждый раз и в любом случае передний треничок ли я буду снимать ну потому что будет с ним стоим проблем будет перехлёстывать страники и естественно от этого сбиваться игра игра сбилась рыбы нет просто пустая проводка и так я думаю что это как бы даже и ненужный элемент тренички из очень тонкой проволоки они очень острые они неплохие повторюсь может быть не идеально они острые они классные заводные колечки немного какие-то кривоватые но и имеют довольно таки плотные витки то есть они какие-то хиленькие но почему-то задние у меня немножко смещено но опять-таки тоже неплохого качество есть также на носовой петельки тоже заводное колечко воблерок ну удивляет я там еще на я в магазине представлен еще одна модель код фирмы джокер тоже 60 рублей обязательно сделанную обзор и обязательно хочется попробовать ее на воде посмотреть будет ловить нет но я думаю что тут не будет тут даже и мерная рыба должна на данный пузатика как-то реагировать будет иметь высокочастотную игру на равномерочки на на мерке с остановками отлично будет ловить окуня и голавлика интересный воблерок за сверх 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 бюджетную цену джокер кинг ну а на этом мой обзор подошел концу всем спасибо за внимание пока